такие красивые тут еще свет так упал и фон вам не кажется что вам иногда не хватает каких-то профессиональных слов чтобы описать что вы думаете хочешь узнать 15 профессиональных слов чтобы в любой момент сойти за проффотографа тогда оставайся с нами здарова ребят меня зовут владимир белаусов я профессиональный фотограф я работаю 14 лет фотографирую знаменитости политиков бизнесменов и рекламные компании и сегодня я расскажу тебе 15 слов чтобы сойти за проффотографа самое первое и самое фотографическое слово которое есть у фотографов это бокэ бокэ это японское слово которое может звучать еще как обозначает вот это прекрасное размытие фона то есть когда фон у вас вот этот вот ничему не резкий он размытый вот это все размытый называется боке то есть если вы подаете ближе видите она сильнее размывается чем ближе подходите тем сильнее размывается чем дальше тем меньше размывается объективов вот люди фотографы очень любят эту всю историю и считает что она очень эстетичная ну это очень важно и все новички начинающие фотографы к нему стремятся бокэ зависит от диафрагмы ее же называют апертурой ее же называют светосилой это то насколько много собирает света объектив то есть грубо говоря его отверстие я вам зачем покажу объектив за 1 миллион рублей и второй объектив за 1 миллион рублей вот видите вот эти конкретные объективы такие дорогие 90 миллиметров и 50 миллиметров вот эти два роскошных объектива они такие дорогие почему потому что у них вот это диафрагма 095 вот представляете то есть этот объектив диафрагмы 095 намного сильнее размывает фон чем текущий и офигенного качества но это еще не все размытие фона бок и зависит не только от диафрагмы объективы но еще и от размера матрицы вот это в данном случае full frame матрица это то на что проецируется изображение она вместо пленки это чип видите вот у него есть даже контактики контактики это знакомьтесь эта матрица размером full frame full frame называется полный кадр полный кадр как пленка вот такого же размера пленочка всегда была всю жизнь всю дорогу мы на нее фотографировали мы фотографы вот чем больше матрица тем сильнее размывается задний фон вот это баке красивый появляется от размера матрицы вот если у вас матрица маленькая то у вас будет меньше разметие фона маленькая матрица это как раз таки вот такая матрица видите вот эта матрица full frame а это crop 4 слово вот эта crop матрица а это full frame видите какая разница ребятки кстати дополнительное слово это в подарок вам crop factor crop factor называется это то количество, насколько матрица меньше или больше стандартной вот этой 35-миллиметровой матрицы. 36 на 24. Стандарт. Это называется кроп-фактор равен единице. То есть это размер матрицы. И камеры бывают либо меньшие по размеру, чем вот эта история. Вот такие вот камеры малышки. Смотрите, это камера с кроп-фактором 1,6. То есть, грубо говоря, здесь в 1,6 раз меньше матрицы, чем вот эта стандартная. Но здесь какой нюанс? Здесь идет разговор про диагональ кадра, потому что физическая площадь, видите, практически в два раза отличается. И поэтому существуют камеры, которые знаете какие? Это среднеформатные камеры. В данном случае это лейка среднеформатная. За 2 миллиона 800 тысяч рублей. Хоп! Пошутил. Короче, фишка в чем? Здесь матрица уже с кроп-фактором 0,8. То есть она в 0,8 раз больше, чем эта стандартная матрица. Но мы тут говорим про диагональ. Помните, да? Поэтому физическая ее площадь будет уже в два раза больше. Там вот как бы две такие матрицы помещаются практически. Потому что знаете какой нюанс? У таких вот среднеформатных камер, знаете, что происходит? У них соотношение сторон другое. А как у айфона. Есть соотношение сторон 2 к 3, а есть 3 к 4. Это разные соотношения. Поэтому бывает такая история, что вы берете фотку с профотоаппарата, у которого вот такое соотношение матриц. Оно более вытянутое. И вы ее вставляете в себе в Инстаграм, а Инстаграм только и обрезает ее. Беда. А когда вы берете камеру за 2 миллиона 800 тысяч рублей, Инстаграм ничего не будет обрезать. Знаете почему? Потому что она снимает в таком формате. Кстати, новое слово. Тушка. Боди. Боди это обозначает камера, у которой нету объектива. Ну, то есть вы либо сняли ее, либо вы купили ее без объектива. Она называется боди. То есть любая камера будет называться боди. Либо боди. В деле это называется кит. Уже, собственно говоря, с объективом. Поэтому есть такое название китовый объектив. Поэтому кит это комплектовый объектив, который идет в коробочке вместе с любой камерой. Любой. Дешевый. Ну, короче, чаще всего в комплект кладут недорогие объективы. Как вот здесь вот эта маленькая малышка 18-45. Короче, здесь маленький, недорогой объектив. Не очень высокого характеристик, но недорогой, и он идет вам в комплекте. Иногда бывает у профкамер подороже в комплекте дорогие объективы. И также, если вы хотите купить себе какую-то технику, будь то фотоаппарат за 3 миллиона, либо какой-нибудь более простой фотоаппарат, можете написать мне, и я организую вам классную скидку от фотомаркета Ярки. И какой момент? Когда вы надеваете объектив на любую камеру, вы надеваете его, используя байонет. Байонет — это такое прекрасное слово, которое означает вот это вот крепление. То есть, то, чем она крепляется. Вот оно вот щелкается. Это называется именно байонет, потому что оно защелкивается еще. У камер обычно у всех свой байонет. То есть, вы не сможете, допустим, на камеру Canon надеть байонет Sony или байонет Leica, потому что он физически разный. Они это делают специально, чтобы как бы отделить друг от друга. Причем, есть такой нюанс, что у одной фирмы, допустим, у того же самого Canon, у них есть несколько видов байонетов. Представляете? То есть, несколько видов вот этих вот креплений оптики. Это происходит, потому что камеры разные, у них размер матрицы разный, и объективы нужны разные. У некоторых объективов короткое расстояние к этой вот матрице. И они называются, допустим, RF-объективы. Вот, допустим, как вот этот объективчик Canon RF Palutini 1.8. Прекрасный объективчик маленький. У него, видите, байонетное крепление RF. Оно прям подписано. На оптике всегда пишут, линз видите, RF. То есть, чтобы понятно было, что вы его прикрепите на камеру с RF-креплением. Только на такую. В этом смысл байонета. А есть крепление EF. Вот такое вот. То есть, это старое крепление. Визуально оно очень похоже, но оно не вставится в камеру, у которой RF. Хотя на самом-то деле, к примеру, размер матрицы у таких камер будет одинаковый. Для EF камер и RF камер. Но только будет разный рабочий отрезок. Поэтому они создали этот байонет, RF, чтобы он был ближе. Вот такая история. И вот мы подходим к объективам. Объективы бывают фиксы. Это как раз-таки объективы, у которых нету зума. Фиксами называют объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В коротком народе фикс. Фикс это объектив, у которого нету зума. Но такие объективы обычно классные. У них более качественная картинка. И они делают больше вам... Короче, если у вас фикс, то он чаще всего по качеству лучше. И может предложить какие-то особенные характеристики. Как пример, вот этот объектив, о котором мы говорили за миллион рублей. Он фикс, потому что он супер светосильный. Таких зумов светосильных не бывает. Но у любого объектива, сколько бы он ни стоил, есть аберрации. Это такое слово, которое обозначает искажение. Бывают хроматические аберрации. Хроматическими аберрациями называют цветные ореулы, которые получаются на изображении. Вот пример. То есть логика очень простая. Свет летит, он преломляется через линзу и попадает, но не точно промахивается. Помните призму, да? Школьная история. То есть вы светите свет, а он шик раскладывается, радуга. Потому что свет, он состоит из разных частей из спектра. На контрастных объектах вы это видите. Так-то, в общем, картинка окей. Но когда очень яркий, черный с белым, оно... Это часто видно, кстати, на ветках деревьях показывают. Видите, оно там такое... Еще есть такое понятие, как мылит. Мылит — это когда объектив делает нечеткие фотки. А многие люди очень любят резкость. Они обожают резкость. Им резкость нужна больше всего на свете. Резкость — это то количество четкости, то есть разрешающая способность объектива, насколько много он может показать, ну, полосочек, линии каких-то элементов, различимых, так сказать, на изображении. Вот. А чем объектив качественнее, тем у него больше вот эта резкость. Есть не очень дорогие объективы, которые будут очень резкие. Как мы говорили, это обычные фиксы. Зумы менее резкие, либо подороже, но тоже будут резкие. И, кстати, именно поэтому вот эти вот дорогущие камеры за 3 миллиона рублей, именно поэтому они такие дорогие, потому что их оптическую схему настолько классную делать, такие качественные материалы используют, что она суперчеткая получается. Вот. То есть такая история, как дисторсия. Дисторсия — это... Знаете, что это такое? Это геометрические искажения. Насколько у вас изображение получается вогнутое, впуклое или выпуклое, потому что оно вот такое... Бывает подушка-образная дисторсия и бывает бочка-образная дисторсия. То есть это, грубо говоря, как оно искривляется — вовнутрь или во внешнее. Вот. Дисторсия зависит от качества объектива. И вы знаете, на самом-то деле все эти вещи достаточно хорошо правятся на компьютере, в редакторах. И, допустим, если говорить про айфоны и всякие телефоны, у них все эти искажения обычно правятся прямо внутри. То есть там уже как бы... Ну, телефон знает, насколько у него объектив искажает, криво-косый, он это все правит геометрически. Вот. Итак, друзья, знакомьтесь, серая карта. И по ней измеряют баланс белого. Баланс белого — это баланс чистоты цвета. То есть, грубо говоря, насколько белый цвет будет чисто белым, эталонным, не желтым, не холодным, не там, зеленоватым, не розоватым. Вы часто замечали, что фотография — это, в смысле, желтая какая-то, получается, вечером. Потому что лампы все, они имеют разную цветовую температуру, и поэтому баланс белого выставляется исходя из того, какое освещение. Серая карта — это нейтрально чистый серый цвет, эталонный серый цвет, по которому определяет наличие цветовых примесей. Насколько цвет белый — желтый, синий, розовый, либо зеленый. И еще есть такая история, как Color Checker. Он используется в видео и для фотокамер, чтобы точно сопоставить цвета. Если, допустим, вы фотографируете рекламу одежды, и у вас, к примеру, линейка прекрасных таких вот винного цвета рубашек, как у меня, и вам нужно показать их на фотографии чисто нужного цвета, вы фотографируете вот так вот вместе, и потом на программе, когда вы открываете фоточку, вы загружаете специально, она чик-чик-чик проверяет, и она знает, какой это зеленый, какой это там красный цвет, желтый, и сопоставляете цвета, она видит все вот эти искажения и, грубо говоря, создаёт компенсацию. Вот. Так что баланс белого это как бы общая компенсация типа вообще, типа вот на всем изображении. А Color Checker, вот такие вот цветовые чекеры, они как раз-таки нужны для того, чтобы более тонкую настройку. В кино их постоянно используют, это обязательно, потому что вы когда снимаете на разные камеры, каждый объективчик там имеет свои цветовые нюансы, это факт. То есть у каждого объектива есть микрооттенки, плюс каждая камера по-разному снимает в плане цвета. И вот как раз таки в кино используют эти штуки, чтобы подводить не в рост вручную на глаз, там темнее, светлее, зеленее, там, да, а программно. Вот это очень хорошо работает. Они бывают вот такие, бывают ещё больше цветов, то есть их много разных бывает. Вот. И это всё знаете к чему ведёт? К самому главному, ребятки, к тому, что все камеры цифровые, профессиональные и любительские снимают в RAW. RAW формат это снимают в RAW. 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 В России говорят RAW. Короче, правильно говорить RAW. Итак, мы подходим к RAW формату. Цифровые камеры, на то они цифровые, чтобы снимать в цифру, соответственно, в какой-то вид формата. И RAW формат это сырой формат. Сырой формат подразумевает, что всё, что вот попадает вот сюда вот в матрицу, в стеклянную эту прекрасную, всё, что она поняла, всё, что она увидела, она это отправляет по проводкам в процессор, и он её сохраняет. И так вот процессор может сохранить эту информацию, как вот всё, что он понял, да, и это и называется как раз-таки RAW формат, сырой формат. И вы можете потом открыть его на компьютере и поправить баланс белого, вот эти хроматические аберрации с листиками хорошенечко исправить. То есть у вас есть куча возможностей потом поправить изображение. Если вы ошиблись, оно у вас пересвечено, или вы, допустим, ошиблись, оно у вас недосвечено, вы тоже это всё можете поправить. Из минусов, конечно, что фотку нужно интерпретировать как-то, и поэтому есть JPEG. JPEG — это готовый формат, который сжатый. Это, знаете, как музыка в MP3. Есть WAV-формат, это типа вся волна, всё, что было, да, как бы без сжатия. А MP3 — это такой рассчитанный алгоритм, ну, математически сжатый формат. Так же и в изображении. В изображении JPEG-формат — это формат, который занимает меньше места. Вот. И получается, что вы, когда фотографируете в JPEG, вы получаете удобную фотографию, которую сразу можно использовать. Её можно там светлее сделать, как-то темнее, ну, не сильно, то есть она как бы так, как фотография с телефона. А RAW-формат тянется очень сильно, то есть вы, грубо говоря, можете восстановить какую-то совсем тёмную фотографию, или её сильно затемнить, то есть он позволяет восстанавливать цвета сильно, небо там, ну, какие-то светлые оттенки достаточно сильно. Это зависит от динамического диапазона матрицы, как раз-таки, то есть чем матрица круче, тем сильнее она может восстанавливать тёмные и светлые оттенки, то есть её как бы фотоширота. Да, в кино это тоже суперважно, кинокамеры снимают с большой широтой, и для этого у них есть специальная логарифмическая кривая, такая вот жжжжг, их называют лог, там S-лог, C-лог, 3-лог, короче, разные кривые, чтобы вот это всё изображение, то, что матрица получает, оно типа упаковать, а потом его интерпретировать. Это, в принципе, очень классно. Вот, также, кстати, кинокамеры снимают в RAW-формат, о котором я говорил, то есть они могут, вы можете снять видос, а потом на видосе уже регулировать баланс белый и прочее. Ребятки, если вас интересует индивидуальное обучение, вы можете написать мне, и я расскажу вам про свет, ретушь, фотографию в онлайн-либо оффлайн-формате в Москве. Конкретные слова не так уж важны, а важен их смысл. Поэтому я вам рассказывал, для чего это применяется, почему в матрице, к примеру, есть разного размера, что это значит. Всё имеет свой смысл, поэтому читайте больше, изучайте, интересуйтесь фотографией, это очень классная история. И я бы мог, конечно, вам просто всё это перечислить, но это тогда не имело бы смысла. А теперь вы понимаете, почему есть матрица фулл-фрейм и не фулл-фрейм, что такое хроматические аберрации, из-за чего они бывают и вообще как всё это устроено. Это классно, поэтому лайк, подписка и любовь. И главное, помните, что важна не техника, а то, что у вас в сердце. Если у вас есть хорошая идея, то фотка получится классная, даже на самый простой фотоаппарат. Так что, ребятки, спасибо большое, хорошего вам настроения, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.